Глава 31. Иезекииль. В одиннадцатом году, в третьем месте, в первый день месяца, было ко мне слово Господне. Сын человеческий, скажи фараону царю египетскому и народу его, кому ты равняешь себя в величии твоем? Вот Ассур был кедр на Ливане, с красивыми ветвями и тенистою листвою. И высокий ростом, вершина его находилась среди толстых сущев. Воды растили его, бездна поднимала его. Реки его окружали питомник его, и она протоки свои посылала ко всем деревам полевым. Оттого высота его превысила все дерева полевые, и сущев на нем было много, и ветви его умножались, и сущие становились длинными от множества вод, когда он разрастался. На сущих его вели гнезда всякие птицы небесные, под ветвями его выводили детей всякие звери полевые, и под тени его жили всякие многочисленные народы. Он красовался высотой роста своего, длиной ветвей своих, ибо корень его был у великих вод. Кедры в саду Божием не затемняли его, кипарисы не равнялись сущим его, и каштаны не были величиной светви его, ни одно дерево в саду Божием не равнялось с ним красотою своею. Я украсил его множеством ветвей его, так что все дерева в Эдемском саду, в саду Божием, завидовали ему. Посему так сказал Господь Бог, за то, что ты высок стал ростом, и вершину твою выставил среди толстых сущев, и сердце его возгордилось величием его, зато я отдал его в руки властителю народов. Он поступил с ним как надобно, за беззаконие его я отверг его, и срубили его чужесемцы, лютейшие из народов, и повергли его на горы, и на все долины упали ветви его, и сущие его сокрушились на всех лощинах земли, и из-под тени его ушли все народы земли, и оставили его. На обломках его поместились всякие небесные птицы, и в сущах были всякие полевые звери. Это для того, чтобы никакие дерева при водах не величались высоким ростом своим, и не поднимали вершины своей из среды толстых сущев, и чтобы не прилиплялись к ним из-за высоты их дерева, пьющие воду, ибо все они будут преданы смерти. В преисподнюю страну, вместе с сынами человеческими, отшедшими в могилу. Так говорит Господь Бог. В тот день, когда он сошел в могилу, я сделал сетование о нем, затворил ради него бездну, и остановил реки ее, и задержал большие воды, и омрачил по нем ливан, и все дерева полевые были в унынии по нем. С шумом падения его я привел в трепет народы, когда низвел его в преисподнюю к отшедшему могилу, и обрадовались в преисподней стране все дерева Эдема, отличные и наилучшие ливанские, все пьющие воду, ибо и они с ним отошли в преисподнюю, пораженным мечом, и союзники его, жившие под тенью его среди народов. Итак, которому из дерев Эдемских равнялся ты в славе и величии? Но теперь наравне с деревами Эдемскими ты будешь низведен в преисподнюю, будешь лежать среди необрезанных с пораженным мечом. Это фараон, и все множество народа его говорит Господь Бог. Иезекииле, глава 32. В двенадцатом году, в двенадцатом месяце, в первый день месяца, было ко мне слово Господне, сын человеческий, подними плащ о фараоне царе египетском и скажи ему, ты как молодой лев между народами и как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их. Так говорит Господь Бог, я закину на тебя сеть мою в собрании многих народов, и они вытащат тебя моею мрежою. Глава 32. Глава 32. Все светило, светящиеся на небе, помрачу над тобой, и на землю твою наведу тьму, говорит Господь Бог. Глава 32. Глава 33. Глава 33. Глава 33. Сойди и лежи с необрезанными Те падут среди убитых мечом И он отдан мечу Влеките его и все множество его Среди преисподней будут говорить о нем И о союзниках его первые из героев Они пали и лежат там между необрезанными сраженные мечом Там Асур и все полщище его Вокруг него гробы их Все пораженные, павшие от меча Гробы его поставлены в самой глубине преисподней И полщище его Вокруг гробницы его Все пораженные, павшие от меча Те, которые распространяли ужас на земле живых Там елам со всем множеством своим Вокруг гробницы его Все они пораженные, павшие от меча Которые необрезанными сошли в преисподнюю Которые распространили с собой ужас на землю живых И несут позор свой с отшедшими в могилу Среди пораженных дали ложа ему Со всем множеством его Вокруг него гробы их Все необрезанные, пораженные мечом И как они распространяли ужас на земле живых То и несут на себе позор Наравне с отшедшими в могилу И положены среди пораженных Там Мешех и Фувал Со всем множеством своим Вокруг него гробы их Все необрезанные, пораженные мечом Потому что они распространяли ужас на земле живых Не должны ли они лежать с павшими героями необрезанными Которые с воинским оружием своим сошли в преисподнюю И мечи свои положили себе под голову И осталось беззаконие их на костях их Потому что они, как сильные, были ужасом на земле живых И ты будешь сокрушен среди необрезанных И лежать с пораженными мечом Там едом и цари его, и все князья его Которые при всей своей храбрости Положены среди пораженных мечом А они лежат с необрезанными и сошедшими в могилу Там властелины севера Все они и все седоняне, которые сошли туда с пораженными Были посрамлены в могуществе своем Наводившим ужас И лежат они с необрезанными и пораженными мечом И несут позор свой с отшедшими в могилу Увидит их фараон И утешится о всем множестве своем пораженным мечом Фараон и все войско его Говорит Господь Бог Ибо я распространю страх мой на земле живых И положен будет фараон и все множество его Среди необрезанных с пораженными мечом Говорит Господь Бог Из Икиилия глава 33 И было ко мне слово Господне, сын человеческий Изреки слово к сынам народа моего и скажи им Если я на какую-либо землю наведу меч И народ той земли возьмет и среди себя человека И поставит его у себя стражем И он увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу И предостережет народ Если кто будет слушать голос трубы Но не остережет себя То когда меч придет и захватит его Кровь его будет на его голове Голос трубы он слышал Но не остерег себя Кровь его на нем будет А кто остерегся, тот спас жизнь свою Если же страж видел идущий меч И не затрубил в трубу И народ не был предостережен То когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь Сей схвачен будет за грех свой Но кровь его взыщу от руки стража И тебя, сын человеческий Я поставил стражем дому Израилеву И ты будешь слышать из уст моих слова И вразумлять их от меня Когда я скажу беззаконнику Беззаконник, ты смертью умрешь А ты не будешь ничего говорить Чтобы предостеречь беззаконника от пути его То беззаконник тот умрет за грех свой Но кровь его взыщу от руки твоей Если же ты остерегал беззаконника от пути его Чтобы он обратился от него Но он от пути своего не обратился То он умирает за грех свой А ты спас душу твою И ты, сын человеческий, скажи дому Израилеву Вы говорите так Преступления наши и грехи наши на нас И мы истоеваем в них Как же можем мы жить? Скажи им Живу я, говорит Господь Бог Не хочу смерти грешника Но чтобы грешник обратился от пути своего И жив был Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших Для чего умирать вам, дом Израилев И ты, сын человеческий Скажи сынам народа твоего Праведность праведника не спасет в день преступления его И беззаконник за беззаконие свое Не пойдет в день обращения от беззакония своего Равно как и праведник в день согрешения своего Не может остаться в живых за свою праведность Когда я скажу праведнику, что он будет жив А он понадеется на свою праведность И сделает неправду То все праведные дела его не помянутся И он умрет от неправды своей, какую сделал А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь И он обратится от грехов своих И будет творить суд и правду Если этот беззаконник возвратит залог За похищенное заплатит Будет ходить по законам жизни Не желая ничего худого, не делая То он будет жив, не умрет Ни один из грехов его, какие он сделал Не помянется ему Он стал творить суд и правду Он будет жив А сыны народа твоего говорят Не прав путь Господа Тогда как их путь не прав Когда праведник отступил от праведности своей И начал делать беззаконие То он умрет за то И когда беззаконник обратился от беззакония своего И стал творить суд и правду Он будет за то жив А вы говорите Не прав путь Господа И буду судить вас, дом Израиля Каждого по путям его В двенадцатом году нашего переселения В десятом месяце, в пятый день месяца Пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима И сказал Разрушен город Но еще до прихода сего спасшегося вечером Была на мне рука Господа И он открыл мне уста Прежде нежели тот пришел ко мне поутру И открылись уста мои И я уже не был безмолвен И было ко мне слово Господне Сын человеческий Живущие на опустелых местах в земле Израилю говорят Авраам был один И получил во владение землю сию А нас много Итак, нам дана земля сия во владение Посему скажи им Так говорит Господь Бог Вы идите с кровью И поднимаете глаза ваших к идолам вашим И проливаете кровь И хотите владеть землею Вы опираетесь на меч ваш Делаете мерзости Оскверняете один жену другого И хотите владеть землею Вот что скажи им Так говорит Господь Бог Живу я Те, которые на местах разоренных Падут от меча А кто в поле Того отдам зверям на съедение А которые в укреплениях и пещерах Те умрут от моровой язвы И сделаю землю пустыни из пустынь И гордое могущество ее пристанет И горы Израилева пустеют Так что не будет проходящих И узнает, что я Господь Когда сделаю землю пустыни из пустынь За все мерзости их Какие они делали А о тебе, сын человеческий Сыны народа твоего Разговаривают у стен И в дверях домов И говорят один другому Брат брату Пойдите и послушайте Какое слово вышло от Господа И они приходят к тебе Как на народное сходбище И садится перед лесом Своим народ мой И слушает слова твои Но не исполняет их Ибо они в устах своих Делают из этого забаву Сердце их увлекается За корыстью их И вот ты для них Как забавный певец С приятным голосом И хорошо играющий Они слушают слова твои Но не исполняют их Но когда сбудется Вот уже и сбывается Тогда узнает, что среди них Был пророк Из Икииля Глава 34 И было ко мне Слово Господне Сын человеческий Из реки пророчества На пастыре израилевых Из реки пророчества И скажи им Пастырем Так говорит Господь Бог Горе пастырем израилевым Которые пасли себя самих Не стадо ли должны пасти пастыри Вы ели тук И волною одевались От кормных овец заколали А стадо не пасли Слабых не укрепляли И больной овцы не врачевали И пораненной не перевязывали И угнанной не возвращали И потерянной не искали А правили ими с насилием И жестокостью И рассеялись они без пастыря И рассеявшие Сделались пищей И всякому зверю полевому Блуждает овцы мои По всем горам И по всякому высокому холму И по всему лицу земли Рассеялись овцы мои И никто не разведывает о них И никто не ищет их Посему пастыре Выслужите слово Господне Живу я Говорит Господь Бог За то что овцы мои Оставлены были на расхищение И без пастыря сделали с овцы мои Пищей и всякого зверя полевого И пастыри мои не искали овец моих И пасли пастыри самих себя А овец моих не пасли Зато пастыри Выслушайте слово Господне Так говорит Господь Бог Вот я на пастыре И взыщу овец моих от руки их И не дам им более пасти овец И не будут более пастыри Пасти самих себя И сторону овец моих Из челюстей их И не будут они пищей их Ибо так говорит Господь Бог Вот я сам отыщу овец моих И осмотрю их Как пастух поверяет стадо свое В тот день Когда находится среди стада Своего рассеянного Так я пересмотрю овец моих И высвобожу их Из всех мест В которые они были рассеяны В день облачный и мрачный И выведу их из народов И соберу их из стран И приведу их в землю их И буду пасти их на горах Израилевых При потоках И на всех обитаемых местах земли сей Буду пасти их на хорошей пажите И закон их будет на высоких горах Израилевых Там они будут отдыхать в хорошем загоне И будут пастись на тучной пажите На горах Израилевых Я буду пасти овец моих И я буду покоить их Говорит Господь Бог Потерявшуюся отыщу И угнанную возвращу И пораненную перевяжу И больную укреплю А разжиревшую и буйную Истреблю Буду пасти их по правде Вас же овца мои Так говорит Господь Бог Вот Я буду судить между овцой и овцою Между бараном и козлом Разве мало вам того Что пасетесь на хорошей пажите А между тем остальное На пажите вашей топчете ногами вашими Пьете чистую воду А оставшуюся мутите ногами вашими Так что овцы мои Должны питаться тем Что потоптано ногами вашими И пить то Что возмущено ногами вашими Посему так говорит им Господь Бог Вот Я сам буду судить Между овцой и тучную И овцой и тощую Так как вы толкаете боком И плечом И рогами своими Бодаете всех слабых Да коли не вы толкаете их вон То я спасу овец моих И они не будут уже расхищаемы И растужу между овцою и овцою И поставлю над ними одного пастыря Который будет пасти их Раба моего Давида Он будет пасти их И он будет у них пастырем И я Господь Буду их Богом И раб мой Давид Будет князем среди них Я Господь Сказал это И заключу с ними завет мира И удалюсь с земли лютых зверей Так что безопасно будут жить в степи И спать в лесах Даруя им окрестностях холма Моего благословения И дождь буду не спосылать в свое время Это будут дожди благословения И полевое дерево будет давать плод свой И земля будет давать произведения свои И будут они безопасны на земле своей И узнает что я Господь Когда сокрушу связи ярма их И освобожу их из руки поработителей их Они не будут уже добычей для народов И полевые звери не будут пожирать их Они будут жить безопасно И никто не будет устрашать их И произведу у них насаждения славные И не будут уже погибать от голода на земле И терпеть посрамления от народов И узнает что я Господь Бог их С ними И они дом Израиля в мой народ Говорит Господь Бог И что вы овцы мои Овцы паствы моей Вы человеки А я Бог ваш Говорит Господь Бог Из Икииля Глава 35 И было ко мне слово Господне Сын человеческий Обрати лицо твое к горе Сеир Из реки на нее пророчество И скажи ей Так говорит Господь Бог Вот я на тебя гора Сеир И простру на тебя руку мою И сделаю тебя пустою и необитаемую Города твои превращу в развалины И ты сама пустеешь и узнаешь Что я Господь Так как у тебя вечная вражда И ты предавала сынов Израилю В руки мечу во время несчастья их Во время окончательной гибели За это Живу я Говорит Господь Бог Сделаю тебя кровью И кровь будет преследовать тебя Так как ты не ненавидела крови То кровь и будет преследовать тебя И сделаю гору Сеир пустою И безлюдную степью И истреблю на ней приходящего И возвращающегося И наполню высоты ее убитыми ее На холмах твоих и в долинах твоих И во всех рытвинах твоих Будут падать сраженные мечом Сделаю тебя пустынею вечную И в городах твоих Не будут жить И узнаете Что я Господь Так как ты говорила Эти два народа И эти две земли Будут мои И мы завладеем ими Хотя и Господь был там Зато живу я Говорит Господь Бог Поступлю с тобой И по мере ненависти твоей И зависти твоей Какую ты выказывала Из ненависти твоей к ним И явлю себя им Когда буду судить тебя И узнаешь Что я Господь Слышал все глумления твои Какие ты произносила На горы Израиля Вы говоря Опустили Нам отданы на съедение Вы величались Передо мной И языком вашим И умножали речи ваши Против меня Я слышал это Так говорит Господь Бог Когда вся земля Будет радоваться Я сделаю тебя пустынею Как ты радовалась тому Что удел дома Израилева Опустел Так сделаю я и с тобою Опустошена будешь Гора Сеир И вся Идумея Вместе И узнают Что я Господь Иезекииль 36 глава И ты сын человеческий Из реки пророчества На горы Израиля Вы скажи Горы Израиля Вы слушайте Слово Господне Так говорит Господь Бог Так как враг Говорит о вас А-а-а И вечные высоты Достались нам В удел То из реки пророчества И скажи Так говорит Господь Бог За то И именно за то Что опустошают вас И поглощают вас Со всех сторон Чтобы вы сделали Застоянием Прощих народов И подвергались Злоречию И пересудам людей За это Горы Израилевы Вы слушайте Слово Господа Бога Так говорит Господь Бог Горам и холмам Лощинам и долинам И опустелам Развалинам И оставленным Городам Которые Сделались Добычей И по смеяниям Прочим Окрестным народам За это Так Говорит Господь Бог В огне Ревности Моей Я изрек Слово На прочие Народы И на всю Едумею Которые Назначили Землю Моего владения Себе С сердечной Радостью И с презрением В душе Обрекая Ее В добычу Себе Посему Изреки Пророчества Земле Израилевой И скажи Горам и холмам Лощинам И долинам Так Говорит Господь Бог Вот Я Изрек Сие В ревности Моей И в ярости Моей Потому что Вы несете На себе Посмеяние От народов Посему Так Говорит Господь Бог Я Поднял Руку Мою Склятываю Что Народы Которые Вокруг Вас Сами Понесут Срам Свой А Вы Горы Израилевы Распустите Ветви Ваши И будете Приносить Плоды Ваши Народу Моему Израилю Ибо Они Скоро Придут Ибо Вот Я К вам Обращусь И Вы Будете Возделываем И засеваем И И поселю На вас Множество Людей Весь Дом Израилев Весь И заселены Будут Города И застроены Развалины И умножу На вас Людей И скот И они Будут Плодиться И размножаться И заселю Вас Как будто Было В прежние Времена Ваши И буду Благотворить Вам Больше Нежели В прежние Времена Ваши И узнаете Что Я Господь И Приведу На вас Людей Народ Мой Израиле И они Будут Владеть Тобой Земля И ты Будешь Наследием Их И не будешь Более Делать Их Бездетными Так Говорит Господь Бог За то Что Говорят О вас Ты Земля Поедающая Людей И делающая Народ Твой Бездетным Зато Уже Не будешь Поедать Людей И народа Твоего Не будешь Вперед Делать Бездетным Говорит Господь Бог И не Будешь Более Слышать Посмеяния От Народов И Поругания От Племен Не Понесешь Уже На Себе И Народа Твоего Вперед Не будешь Делать Бездетным Говорит Господь Бог И Было Ко Мне Слово Господне Сын Человеческий Когда Дом Израиля Жил На Земле Своей Он Осквернял Ее Поведением Своим И делами Своими Путь Их Предлицом Моим Был Как Нечистота Женщины Во время Ощущения Ее Я Излил На них Гнев Мой За Кровь Которую Они Проливали На Этой Земле И За То Что Они Развеяны По Землям Я Судил Их По Путям Их И По Делам Их И Пришли Они К Народам Куда Пошли И Обесславили Святое Имя Мое Потому Что Они Их Говорят А Они Народ Господа И Вышли Из Земли Его И Пожалел Я Святое Имя Мое Которое Обесславил Дом Израилев У Народов Куда Пришел И Дом Израилев А Ради Святого Имени Моего Который Вы Обесславили У Народов Куда Пришли И Освящу Великое Имя Мое Бесславим Мое У Народов Среди Которых Вы Обесславили Его И Узнает Народы Что Я Господь Говорит Господь Бог Когда Я Я Я Я Я Я Я Святость Мою Перед Глазами Их И Возьму Вас Из Народов И Соберу Вас Из Всех Стран И Приведу Вас В Землю Вашу И Окроплю Вас Чистой Водою И Вы Очиститесь От Всех Скверн Ваших И От Всех Идолов Ваших Очищу Вас И Дам Вам Сердце Новое И Дух Новый Дам Вам И Возьму Из Плоти Вашей Сердце Каменное И Дам Делаю То Что Вы Будете Ходить В Заповедях Моих И Уставы Мои Будете Соблюдать И Выполнять И Будете Жить На Земле Которую Я Дал Отцам Вашим И Будете Моим Народом И Я Буду Вашим Богом И Освобожу Вас От Всех Нечистот Ваших И Призову Хлеб И Умножу Его И Не Дам Вам Терпеть От Народов Из-за Голода Тогда Вспомните О Злых Путях Ваших И Недобрых Делах Ваших И Почувствуйте Отвращение К самим Себе За Беззаконие Ваши И За Мерзости Ваши Не Ради Вас Я Сделаю Это Говорит Господь Бог Да Будет Вам Известно Краснете И Стыдитесь Путей Ваших Дом Израилев Так Говорит Господь Бог В тот День Когда Очищу Вас От Всех Беззаконий Ваших И Населю Города И Обстроены Будут Развалены И Опустошенная Земля Будет Возделываема Быв Пустынею В глазах Всякого Мимоходящего Тогда Скажут Эта Опустелая Земля Сделалась Как Сад Едемский И Эти Развалившиеся Опустелые Разоренные Города Укреплены И Населены И Узнают Народы Которые Останутся Вокруг Вас Что Я Господь Вновь Созидаю Разрушенное Насаждаю Опустелое Я Господь Сказал И Сделал Так Говорит Господь Бог Вот Еще И И Узнают Что Я Господь Из Икиля Глава 37 Была На Мне Рука Господа И Господь Вывел Меня Духом И Поставил Меня Среди Поля И Оно Было Полно Костей И Обвел Меня Кругом Около Них И Вот Весьма Много Их На Поверхности Поля И Вот Они Весьма Сухи И Сказал Мне Сын Человеческий А Оживут Ли Кости Сии Я Сказал Господи Боже Ты Знаешь Это И Сказал Мне Из Реки Пророчества На Кости Сии Скажи Им Кости Сухие Слушайте Слово Господне Так Говорит Господь Бог Костям Сим Вот Я Введу Дух В Вас И Оживете И Обложу Вас Жилами И Выращу На Вас Плоть И Покрою Вас Кожею И Я Изрек Пророчество Как Павильона Было Мне И Когда Я Пророчествовал Произошел Шум И Вот Движение И Стали Сближаться Кости Кость С Костью Своей И Видел Я И Вот Жилы Были На Них И Плоть Выросла И Кожа Покрыла Их Сверху А Духа Не Было В Них Тогда Сказал Он Мне Из Реки Пророчества Духу Из Реки Пророчества Сын Человеческий И Скажи Духу Так Говорит Господь Бог От Четырех Ветров Приди Дух И Дохни На Этих Убитых И Они Живут Я Изрек Пророчества Как Он Повелел Мне И Вошел В них Дух И Они Ожили И Стали На Ноги Свои Весьма Весьма Великое Полщище И Сказал Он Мне Сын Человеческий Кости Сии Весь Дом Израилев Вот Они Говорят И Сохли Кости Наши И Погибла Надежда Наша Мы Оторваны От Корня Посему Из Реки Пророчества И Скажи Им Так Говорит Господь Бог Вот Я Открою Гробы Ваши И Выведу Вас Народ Мой Из Гробов Ваших И Введу Вас В землю Израилеву И Узнаете Что Я Господь Когда Открою Гробы Ваши И Выведу Вас Народ Мой Из Гробов Ваших И Вложу В В Дух Мой И Оживете И Помещу Вас На земле Вашей И Узнаете Что Я Господь Сказал Это И Сделал Говорит Господь И Было Ко Мне Слово Господне Ты же Сын Человеческий Союзным С ним Еще Возьми Жезл Напиши На нем И Иосифу Это Жезл Ефрема И Всего Дома Израилева Союзного С ним И Сложи И Сложи Себя Один С другим В Один Жезл Чтобы Они В Руки Твоей Были Одно И Когда Спросят У Тебя Сыны Народа Твоего Не Объяснишь Ли Нам Что Это У Тебя Тогда Скажи им Так Говорит Господь Бог Вот Я Возьму Жезл Иосифов Который В руках Ефрема И Союзных С ним Колен Израилевых И Приложу Их К нему К Жезлу Иуды И Сделаю Их Одним Жезлом И Будут Одно В Руке Моей Когда Ж Оба Жезла На Которых Ты Напишешь Будут В Беру Их Отовсюду И Приведу Их В землю Их На Этой Земле На Горах Израиля Я Сделаю Их Одним Народом И Один Царь Будет Царем У Всех Их И Не Будут Более Двумя Народами И Уже Не Будут Вперед Разделяться На Два Царства И Не Будут Уже Осквернять Себя Идолами Своими И Мерзостями Своими И Всякими Пороками Своими И Освобожу Их Из Всех Мест Жительства Их Где Они Грешили И Очищу Их И Будут Моим Народом И Я Буду Их Богом А Раб Мой Давид Будет Царем Над Ними И Пастырем Всех Их И Они Будут Ходить В Заповедях Моих И Уставы Мои Будут Соблюдать И Выполнять Их И Будут Жить На Земле Которую Я Дал Работ Твоему Моему Иакову На Которой Жили Отцы Их Там Будут Жить Они И Дети Их И Дети Детей Их Вовеки И Раб Мой Давид Будет Князем У них Вечно И Заключу С Ними Завет Мира Завет Вечный Будет С Ними И Устрою Их И Размножу Их И Поставлю Среди Них Святилище Мое Навеки И Будет У них Жилище Мое И Буду Их Богом А Они Будут Моим Народом И Узнает Народу Что Я Господь Освещающий Израиля Когда Святилище Мое Будет Среди Них Вовеки И Закийль Глава 38 И Было Ко Мне Слово Господне Сын Человеческий Обрати Лицо Твое К Гогу В земле Магог Князю Роша Мешеха И Фувала И Из реки На него Пророчество И Скажи Так Говорит Господь Бог Вот Я На Тебя Гог Князь Роша Мешеха И Фувала И Поверну Тебя И Вложу Удела В челюсти Твои И Введу Тебя И Все Войско Твое Коней Всадников Всех В полном Вооружении Большое Полщище В бронях И со Щитами Всех Вооруженных Мечами Персов Эфиоплян И Левийцев С ними Всех Со Щитами И В шлемах Гомера Со Всеми Отрядами Его Дом Фагарма От Пределов Севера Со Всеми Отрядами Его Многие Народы Готовься И Снаряжайся Ты И Все Полщища Твои Собравшиеся К Тебе И Будь Вождем После Многих Дней Ты Понадобишься В последние Годы Ты Придешь В землю Избавленную От Меча Собранную Из Многих Народов На Горы Израилевы Которые Были В Постоянном Запустении Но Теперь Жители Ее Будут Возвращены Из Народов И Все Они Будут Жить Безопасно И Поднимешься Как Буря Пойдешь Как Туча Чтобы Покрыть Землю Ты И Все Полщища Твои И Многие Народы С Тобою Так Говорит Господь Бог В тот День Придут Тебе На Сердце Мысли И Ты Вздумаешь Злое Предприятие И Скажешь Поднимусь Я На Землю Не Огражденную Пойду На Беззаботных Живущих Беспечно Все Они Живут Без Стен И Нет У Них Ни Запоров Ни Дверей Чтобы Произвести Грабеж И Набрать Добычи Наложить Руку На Вновь Заселенные Развалины И На Народ Собранный Из Народов Занимающийся Хозяйством И Торговлею Живущий На Вершине Земли Сава И Деданы Купцы Фарсийские Со Всеми Молодыми Львами И Скажут Тебе Ты Пришел Что Произвести Грабеж Собрал Полчище Твое Чтобы Набрать Добычи Взять Серебро И Золото Отнять Скот И 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 Человеческие Скажи Гогу Так Говорит Господь Бог Не Так Ли В тот День Когда Народ Мой Израиль Будет Жить Безопасно Ты Узнаешь Это И Пойдешь С места Твоего От Пределов Севера Ты И Многие Народы С тобой Все Сидящие На Конях Сборище Великое И Войско Многочисленное И Поднимешься На Народ Мой На Израиля Как Тучи Что Упокрыть Землю Это Будет В Последние Дни Я Приведу Тебя На Землю Мою Чтобы Народы Мои Узнали Меня Когда Я Над Тобой Гог Явлю Святость Мою Перед Глазами Их Так Говорит Господь Бог Не Ты Ли Тот Самый Которым Я Говорил В Древние Дни Через Рабов Моих Пророков Израилевых Которые Пророчествовали В те Времена Что Я Приведу Тебя На Них И Будет Тот День Когда Гог Придет На Землю Израилев Говорит Господь Бог Гнев Мой Воспылает В Ярости Моей И В Ревности Израилевой И Вострепещут От Лица Моего Рыбы Морские И Птицы Небесные И Звери Полевые И Все Присмыкающие Все Ползающие По Земле И Все Люди Которые На Лице Земли И Обрушатся Горы И Упадут Утесы И Все Стены Падут На Землю И По Всем Горам Моим Призову Меч Против Него Говорит Господь Меч Каждого Человека Будет Против Брата Его И Буду Судиться С ним Моровою Язвою И Кровопролитием И Пролью На Него И На Полки Его И На Многие Народы Которые С Ним Всепотопляющий Дождь И Каменный Град Огонь И Серу И Покажу Мое Величие Святость Мою Явлю Себя Перед Газами Многих Народов Ты же Сын Человеческий Из реки Пророчества Нагога И Скажи Так Говорит Господь Бог Вот Я На Тебя Гог Князь Роша Мишеха И Фувала И Поверну Тебя И Поведу Тебя И Выведу Тебя От Краев Севера И Приведу Тебя На Горы Израилев И Выбью Лук Твой Из Левой Руки Твоей И Пойдешь Ты На Горах Израилев Ты И Все Полки Твои И Народы Которые С Тобою Отдам Тебе На Съедение Тебя Всякого Рода Хищным Птицам И Зверям Полевым На Открытом Поле Падешь И Боя Сказал Это Говорит Господь Бог И Пошлю Огонь На Землю Магог И На Жители Островов Живущих Беспечны И Народа Моего Израиля И Не Дам Вперед Бесславец Святого Имени Моего И Узнает Народы Что Я Господь Святой В Израиле Вот Это Придет И Сбудется Говорит Господь Бог Это Тот День В Который Я Сказал О Котором Тогда Жители Городов Израилевых Выйдут И Разведут Огонь И Будут Сожигать Оружие Щиты И Латы Луки И Стрелы И Булавы И Копья Семь Лет Будут Сжечь И И Не Будут Носить Дров С Поля Не Рубить Из Лесов Но Будут Сжечь Только Оружие И Ограбят Грабителей Своих И Оберут Обирателей Своих Говорит Господь Бог И Будет В тот День Дам Гогу Место Для Могилы В Израиле Долину Там Гога И Все Полщище Его И Будут Называть Ее Долиною Полщища Гогова И Дом Израиля В Семь Месяцев Будет Хоронить И Чтобы Очистить Землю И Весь Народ Земли Будет Хоронить И Знаменит Будет У них День Который Я Прославлю Себя Говорит Господь Бог И Назначат Людей Которые Постоянно Обходили Землю И Поверхности Земли Для Ощущения Ее По Прошествии Семи Месяцев Они Начнут Делать Поиски И Когда Кто Из Обходящих Землю Увидит Кости Человеческую То Поставит Возле Нее Знак Доколе Погребатели Не Похоронят Ее В Долине Полщища Гогова И Будет Имя Городу Гамона Полщища И Так Очистят Они Землю Ты Ж Сын Человеческий Так Говорит Господь Бог Скажи Всякого Рода Птицам И Всем Зверям Полевым Собирайтесь И Идите Со Всех Сторон Сходите С Жертве Моей Которую Я Заколю Для Вас К Великой Жертве На Горах Израилевых И Будете Есть Мясо И Пить Кровь Мясом Уже Сильных Будете Есть И Будете Пить Кровь Князей И Будете Есть Жир До Сытости И Пить Кровь До Опьянения От Жертвы Моей Которую Я Заколю Для Вас И Насытитесь За Столом Моим Конями И Всадниками Мужами Сильными И Всякими Людьми Военными Говорит Господь Бог И Явлю Славу Мою Между Народами И Все Народы Увидят Суд Мой Который Я Произведу И Руку Мою Которую Я Наложу На Них И Будет Знать Дом Израилев Что Я Господь Бог И От Сегодня И Далее И Узнает Народы Что Дом Израилев Был Переселен За Неправду Свою За То Что Они Поступали Вероломно Предо Мною Я Сокрыл От Них Лицо Мое И Отдал И В руки Врагов Их И Все Они Пали От Меча За Нечистоты Их И За Их Беззаконие Я Сделал Это С ними И Сокрыл От Них Лицо Мое Посему Так Говорит Господь Бог Ныне Возвращу Плен Иакова И Помилую Весь Дом Израиля И Возревную По Святому Имени Моем И Почувствуют Они Бесчестие Свое И Все Беззаконие Свои Какие Делали Передо Мною Когда Будут Жить На Земле Своей Безопасно И Никто Не Будет Устрашать Их Когда Я Возвращу Их Из Народов И Соберу Их Из Земель Врагов Их И Явлю В них Святость Мою Перед Глазами Многих Народов И Узнают Что Я Господь Бог Их Когда Рассею Их Между Народами Опять Соберу Их В землю Их И Не Оставлю Уже Там Ни Одного Из Них И Не Буду Уже Скрывать От Них Лица Моего Потому Что Я И Залью Дух Мой На Дом Израилев Говорит Господь Бог